Оперативные совещания с выездом на место на улицу Колпакова, 34, корпус 2, проводились не раз и не два. И тому были основания. Сроки ремонта кровли и фасада, запланированные программой капитального ремонта 2020-2022 года, были перенесены на 2023 год. Но и минувшим летом и осенью было немало претензий к организации работ и выполнению принятых обязательств подрядчиков. Теперь дом выглядит иначе, и настроение жителей другое. Сейчас он очень у нас красивый, очень такой привлекательный дом наш стоит, отличается от всех. Очень хорошая у нас покраска и фасад, очень все хорошо. И сделали нам балконы очень красиво, все хорошо сделали. Специалисты управляющей компании в ходе ремонта обращали в первую очередь внимание на качество и технологичность работ. На данном доме была использована, скажем так, новая технология по цоколю, вот эта плиточка, которая была прикреплена. Если вдруг получится у нас какое-нибудь происшествие и одна или две плитки будут разбиты, то данная технология позволяет очень быстро их заменить. Самое активное участие в контроле качества принимали сами жители. На всех стадиях фиксировались любые отклонения от проекта и по срокам, и по качеству. Поэтому выездные совещания администрации здесь проходили ежемесячно. Глава городского округа Юлия Купецкая поддерживает прямой контакт с председателем совета дома. И меня приятно удивило то обстоятельство, что депутат, что глава администрации неусыпно следили за ремонтом этого дома. Результат налицо. Текущие задания года выполнены. Отремонтирована кровля, произведено утепление здания с тонким штукатурным слоем, обновлены балконы. Параллельно отремонтированы подъезды. По всем позициям постоянно проходит согласование исполнителей работ с жителями дома и управляющей компанией. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Первый, Мытищинский.